В Москве стартовал второй сезон всероссийского конкурса «Мастерская гостеприимства». Один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Тверские рестораторы, ательеры, ивент-менеджеры и другие представители сферы сервиса и туризма могут стать его участниками и побороться за грант на развитие своего собственного проекта. Один из тверских конкурсантов поделился с нашей съемочной группой впечатлением о своем участии. Также о том, что это за конкурс и как стать его участником. Парк приключений Павлово в пригороде Твери прокатится с ветерком, да на крутых виражах приезжают любители экстремальной езды из других регионов. Осенью этого года основатель развлекательного комплекса Евгений Павлов стал единственным финалистом отвергской области в первом сезоне конкурса «Мастера гостеприимства». Проект «Мастера гостеприимства», о котором мы говорим, конечно, на самом деле очень сильный, очень реально интересный. Приятно попасть в финал, да, при том, больше, чем 20 тысяч участников со всей страны. Мало того, что мы попали в финал, мы еще оказались в числе 15 лучших проектов, которые отобрал Ростуризм для своей поддержки. Участникам второго сезона предстоит преодолеть несколько этапов. Вначале представить видео-визитки регионы и города, затем последует онлайн-тестирование. Те конкурсанты, которые успешно справятся с этими заданиями, отправятся на очные полуфиналы представлять свои проекты. В новом сезоне будут привлекать в конкурс молодежь, а именно студентов, будущих работников сферы сервиса и туризма. Гранты мы будем предоставлять, как и в первом сезоне. У нас нет никакого ограничения в рамках грантового конкурса на их количество. Сколько будет хороших проектов, столько мы постараемся поддержать. Потому что это на самом деле очень важно, дать возможность попробовать. Наставниками для участников проекта станут опытные и успешные ательеры, рестораторы и управленцы. Победители конкурса получат финансовую возможность воплотить свои проекты в жизнь, а также пройти стажировку в ведущих туристических компаниях России. Этот опыт позволит повысить как интерес населения страны к внутреннему туризму, так и повысить качество сервиса. Наша задача, задача нацпроекта и моя лично, сделать так, чтобы отдых в нашей стране был лучшим выбором наших граждан. Создать конкурентоспособные продукты внутри страны, чтобы наши граждане с удовольствием открывали для себя свою страну. В первом сезоне проекта заявки на участие подали более 20 тысяч человек из всех регионов России. Прошли 9 очных полуфиналов. В финал были отобраны 186 участников. Победителями стали 62 конкурсанта. В 2021 году мастера гостеприимства будет проводиться в партнерстве с Ростуризмом, Росмолодежью и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства. Подать заявку может любой совершеннолетний гражданин на одноименном сайте конкурса до 15 января.